Александр Легков уже больше не оглядываясь ни на каких-то мангельеров. Вот она красивая атака в его стиле. Атака, которую мы не раз видели уже в нынешнем сезоне. Видели не раз, но можем больше не увидеть. Лыжника Александра Легкова пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Инициировали дисквалификацию в Международном Олимпийском комитете. Причина – допинг. Результаты проб проверили лозанские эксперты. Они выясняли, проводились ли с пробирками манипуляции ради сокрытия положительных результатов. В итоге на пробирках Легкова обнаружили царапины, а сами пробы выявили большое количество соли. Но красноярские спортсмены уверены – лыжник не виноват. Никогда наши спортсмены, в частности Саша Легков, не было замечено в употреблении каких-то запрещенных препаратов. Хотя строжайший контроль был и до подготовки Олимпийских игр, и после. Поэтому то, что какие-то царапины были на пробирках – это же не ответственность Легкова. Это ответственность, наверное, той организации, которая обеспечивала забор, транспортировку этого материала. Причем здесь должен страдать спортсмен. А пострадал и еще один лыжник – Евгений Белов. Причем спортсменов не только отстранили от участия в Олимпиадах, но и аннулировали их результаты на сочинских играх. Так у Легкова забрали золото за победу на дистанции 50 км свободным стилем, а еще отняли второе место у эстафетной команды, в составе которой Легков выступал. После шумихи вокруг этой истории болельщики стали делать свои прогнозы. И место следующих мишеней для проверки антидопингового агентства пророчат уже биатлонистам. Но в нашем крае пока этого не боятся и спортсменам доверяют. Мы работу такую ведем среди спортсменов-школьников. Мы подписываем с ними специальные декларации, где они знают, что нельзя употреблять. Мы инструктируем через тренеров, врачей, что может явиться провокацией. Даже вот капли в нос могут быть, как допинг определится потом в крови. На очереди у Международного олимпийского комитета еще 26 спортсменов. Их дела будут проверять до конца ноября. А Легков и Белов намерены оспаривать решение комитета и подавать апелляцию в суд. Елизавета Курочкина, Владимир Антонов. Новости ТВК.